Чтобы все посмотрели, подписались, написали много комментариев. Аминь. Блин, ничего не выбрала. Вообще, кто придумал эту лапшу? Наверное, это Камабока. Блин, это вообще-то был мой сценарий. Хороший ароматизатор. Я уже прям киплю. Цветы купил мне, надеюсь. Так, поудобнее устраиваемся, телефончиком вооружаемся. Поехали. Всем привет! Снова пятница, это снова я, а значит в эфире ваша любимая дегустация. Сегодня в нашем обзоре будет продукт, который знают абсолютно все, даже если не покупают. Но я уверена, что абсолютное большинство пробовали его на вкус, а кто-то даже скажет, что это очень аппетитно, ароматно. И если еще это 3 копейки стоит, я просто буду аплодировать стоя. Боже, как всегда виртуозно. Лапша быстрого приготовления. Обещал стоя аплодировать. Я стоя аплодирую. Это великолепно. Удивительное дело, что практически никто не называет ее лапшой. Все называют по бренду Роллтон, Доширак. Кто-то говорит просто Дошик. На детстве я тоже ела Роллтон, ела его даже сухим. Да, было время. Мы разберемся, настолько ли вредна эта лапша, как они и говорят. Действительно ли в этой лапше есть настоящее мясо? И как вообще выбрать качественный продукт из всего того, что есть на рынке? Прежде чем мы начнем, поставьте лайк. Кайф. Можем начинать. Самое важное и интересное, из чего все-таки состоит лапша быстрого приготовления. Как и любые макароны, она состоит из трех основных ингредиентов. Это мука, вода и соль. Все эти ингредиенты смешиваются вместе. Создается такое тугое тесто, которое идет потом между валами. И тесто двигается из такого толстого куска, превращается в тонкий-тонкий лист. Уже раскатанное тонкое тесто попадает в машину, где стоят круглые ножи продольной резки. Здесь образуются тонкие нити будущей лапши. А за счет того, что под ножами происходит стык двух конвейеров, которые вращаются с разной скоростью, нити выходят скученными и волнистыми. В таком состоянии, уже разрезанном, они двигаются по конвейеру, затем обрабатываются паром. Это делается для того, чтобы тесто стало мягче. Далее эта лапша разрезается на порции и обрабатывается растительным маслом. И завершающим этапом приготовления этих макарон является их обжарка под высокой температурой. Вот эти порционные макароны, уже разрезанные, они укладываются в такие мини-сковородки. И под высокой температурой, более 150 градусов, они обжариваются на протяжении нескольких минут. Все, продукт готов. Потом он упаковывается, туда добавляются пакетики с маслом, приправами, овощами. И получается то, что мы видим с вами в магазине. Бабушка, бабушка, тетя, тетя, магазин открыт. Ты видишь, как я интересно рассказала, как будто это абсолютно качественный продукт. И как будто там ничего нет. У тебя нет вопросов? Есть сомнения. Изначально она вот так готовилась. Мука, соль, вода. И сейчас на производителе тоже расскажут, что так она и готовится. И они, в общем-то, не соврут, кроме того, что помимо этих ингредиентов добавляются все-таки еще всякие усилители вкуса, консерванты для того, чтобы она долго хранилась. А усилители вкуса добавляются исключительно, потому что потребитель любит, что все было ароматно, концентрированно. Жизнь так коротка, только смотришь, что он этот умер, этот умер. Я думаю, что так покайфовать хочется. И пожрать, и повеселиться, и погулять. Но наша главная задача понять, как выбрать наиболее качественный продукт из всех тех, которые представлены на рынке. Во-первых, когда мы видим первую упаковку, мы должны проверить несколько моментов. Конечно, герметичность упаковки. Мы должны проверить срок годности. Читаем состав. Конечно же, там должна быть мука, соль, вода, специи, натуральные, натуральные овощи, высушенные с помощью сублимированной сушки. Сублимированная сушка – это такая специальная сушка, которая позволяет сохранить ценность продуктов, просто убирает максимально влагу. И потом, когда мы добавляем воду, продукты эти восстанавливаются, и получаются натуральные овощи. К слову о мясе. Мясо там действительно есть. И оно тоже сушится с помощью сублимированной сушки. Поэтому, если мы покупаем лапшу с курицей, эта курица там действительно может быть. Может быть. А может и нет. Каким образом найти лапшу, в которой есть реальная курица? Если написано «со вкусом тушеной курицы», то никакой курицы там не будет. Потому что, если производитель кладет туда курицу, он не будет писать «со вкусом тушеной курицы». Он будет писать «с курицей», потому что это его конкурентное преимущество. Поэтому здесь никакой курицы нет. Но мне очень грустно. Давайте посмотрим другие образцы. Возьмем, например, доширак. Очень знаменитый продукт. Лапша быстрого приготовления, доширак, со вкусом курицы. Можно даже не проверять, никакой курицы там не будет. Когда мы в последний раз были в Париже, думал, купить-не купить, купить-не купить, купить-не купил. Не купил, не переживайте. Давайте посмотрим ролл. Лапша куриная по-домашнему. Состав лапша, мясо курицы варено-сушеное. Вот, пожалуйста, образец, в котором есть реальная курица. Бигбон. Лапша быстрого приготовления, курица плюс соус сальса. Давайте это проверим. Мясо курицы сушеное. Тоже курица есть, производитель нас не обманывает. Это достойно всяких похвал. Евроэкспресс, суперкурица. Лапша быстрого приготовления, ароматизатор курицы. То есть здесь тоже никакой курицы нет. С креветками, если тут настоящие креветки. Вот здесь в Бигбон написано «Лапша морепродукты», а здесь в Ролтон написано «Со вкусом вареной креветки к пиву». Видим, никакой креветки здесь нет, но давайте проверим. Здесь вообще ничего нету, ничего, что напоминает мясо. При этом это самое дорогие. Ну, такой красивый стакан, прочный. Все тут, конечно, по маркетингу круто. Но могли бы пару кусочков положить? Хотя бы вот просто для того, чтобы человек подумал, «Может, еще немного налить?» В маленьком стаканчике здесь сбоку. Бигбон. Лапша морепродукты. Лапша с морепродуктами. Вопрос, с какими? Мясо курицы сушеное написано. Омлет сублимационной сушки. Морепродукты сушеные. Мидии, кальмары. Они, конечно, там в самом конце, но они есть. Ну, посмотрим, заварим. Может быть, это вкуснее на самом деле. Вода у нас закипела, поэтому давайте все открывать. Начнем с Бигбон. У нас тут есть вилочка. Соус. Суповая снова. Снова овощи. Так. Тут у нас тоже овощи. А вот это вот мясо куриное. Бульон, приправа. Тоже есть вилка. Доширак. Тоже есть вилка. Такое чувство, что один и тот же производитель делает эти вилки. Бульон, приправа, овощи. Какой-то собачий корм. Что это такое? Камабоко. Ну, наверное, это то самое камабоко. Честно, я не то, чтобы какая-то дурочка. То самое камабоко. То самое элементарное камабоко. Наверное, это камабоко. Но овощи здесь гораздо меньше по сравнению с этими образцами. Вот что-то вот тут у нас такое вот. Берем специи. Бизнес-ланч. Со вкусом тушеной курицы. У нас здесь вилка. И у нас здесь один пакетик. Натуральные специи и пряности суповая основа. Пахнет их галинобланком. Последний образец. Один пакетик. Вилочки здесь нет. Но, в общем-то, этот экземпляр гораздо дешевле. Почти в три раза. Поэтому вилку мы возьмем домашнюю. Все. Ну, здесь все понятно. Нету специального контейнера. Поэтому нужно взять свою мисочку и закрыть ее какой-нибудь своей тарелочкой или крышкой. Вообще, кто придумал эту лапшу? Где ее изобрели? Вообще, удивительное дело для меня открытие. Уже второй раз за последние несколько недель я узнаю, что какой-то крутой продукт придуман в Японии. Мы недавно делали выпуск про пельмени из мраморной говядины. Мраморная говядина в Аю. Она была изобретена в Японии. И вот эта вот находка, удивительный продукт, удивительный с точки зрения того, что его изобрели, придумали. Он тоже был придуман в Японии изобретателем-предпринимателем Мамаку Хо Андо в далеком 1958 году. Представляешь, сколько этой лапшей лет. Как он вообще изобрел эту лапшу? Было тяжелое послевоенное время. Продовольствия катастрофически не хватало. Рис был доступен только богатым, а простые люди в основном питались только лапшой. Но и к ней доступ был ограничен, потому что мука поставлялась из США. Вдобавок к этому производственные мощности страны не справлялись со спросом и просто не успевали накормить всех нуждающихся. И вот однажды, увидев длинную очередь из голодных людей, Мамаку Хо решил, что сделает все возможное, чтобы накормить свой народ. Он уединился в своем сарае и на протяжении многих месяцев пытался получить задуманный продукт. Лапша то переваривалась, то пережаривалась, то была безвкусной. Изобретателю понадобился почти год, чтобы создать идеальный рецепт. И вот с тех пор на рынке в Японии появилась лапша быстрого приготовления. Потом она распространилась по всему миру, стала очень популярной. И вообще японцы считают, что лапша быстрого приготовления – это величайшее изобретение Японии 20 века. А вот мы и не знали. Вот едим лапшу, а это на самом деле такой крутой продукт. Насчет этой упаковки я тоже хотела рассказать вам историю. В 70-х годах Мама Фуко приехал в Америку, и он заметил, что его лапшу ломают на улице и кладут в стакан из-под кофе, заливают кипятком и таким образом едят на улице. И он подумал, боже, это же гениально. То есть лапшу практически в любом месте можно есть. Только он решил сделать специальные такие контейнеры из полистирола с таким зауженным дном. Это дало новую волну популярности этой лапше. И самое удивительное, что этот продукт не теряет свою актуальность. Вот уже на протяжении множества десятилетий продается по всему миру, популярен. Вот такая интересная лапша быстрого приготовления. Понял лапшу она. Давайте пробовать. Где моя маска, где моя маска? Вот моя масочка. Пахнет как-то странно, нетипично. Мне кажется, что такое я не ела еще. Нету такого насыщенного вкуса. Ну ладно, Лук, ну что-то поняла. Ну соленоватое, нету ярко выраженного вкуса, я не чувствую вкуса курицы. Ну такого вот стандартного, типичного, к которому я привыкла, когда ем эту лапшу. Тоже как-то пахнет странно. Не, мне это не нравится. Здесь какой-то запах, но не запах мяса. Вообще очень нейтрально пахнет. Невкусно. Чувствуется запах масла, я не могу понять, свежего или нет. Мне не очень нравится этот запах масла. Когда много раз жарим что-то, вот этот запах присутствует. Я даже не думала, что я это почувствую где-то, штучка. Ты убрал? Да. Собака. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Блин, ничего не выбрала. Это ж надо. Может, я просто не создана для таких макарон, но я их беру иногда. Для кого? Ты их не ешь никогда. Я их никогда не... Берешь людям, блин. На голубом глазу. Пахнет хорошо. Зелень чувствуется какая-то, как будто лук с морковкой. Кажется, как будто суп настоящий. Для меня не было идеальной лапши тут. Боже, нужно назвать какого-то победителя, да? Наверное, по вкусу, может быть, последний экземпляр и ничего. Предпоследний экземпляр, он прикольный по вкусу, но четкий запах несвежего масла. Можно еще раз пройтись? Нет. Что-то мне не понравилось ничего. Зажиралась ты, Марин, вот что скажу. Все, снимай маску. Давайте попробуем с креветкой, в которой нет креветки. Ну, прикольно. Пахнет прям мидиями. Пахнет вообще какой-то химией. Просто непривычно для меня запах. Не, ну необычно, прикольно. Что-то в этом есть. Никогда не брала с морепродукты на лапшу. Ну, это интересно. Имеет место быть. Вот такая вот краткая инструкция выбора лапши быстрого приготовления. Продукт интересный, достойный внимания. Мне кажется, мы немножечко про него больше узнали. Я надеюсь, я сегодня была вам полезна, вам было интересно. Молодцы, ребята, все выдержали. Пишите, покупаете ли вы лапшу быстрого приготовления, какой бренд вы любите. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Одного комментария достаточно. Это была я. Это были вы. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok